Еще раз добрый день, уважаемые зрители, сегодня 5 июня, блогер из Перемии, сотрудник КГБ, Парни, Песон Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот мне задают вопрос, особенно вот уважаемые наши, мои зрители, кто продержится либеральных взглядов, все-таки ты определись, мое отношение к операции на Украине, за или против. Соответственно, вот ты критикуешь Владимира Владимировича Путина, режим. Ну, друзья мои, вы поймите правильно, вот я, конечно, против той системы управления власти, конструкции власти, которую создал Владимир Путин. Я за выборы, я за конкурентную борьбу, я за борьбу с коррупцией, за соблюдение прав граждан, за законность. Кто против этого? Мы мечтаем жить в таком государстве. Но, вы поймите, власть в силу специфики, она всегда выполняет определенные государственные функции. Как бы я ни относился, но, так сказать, и так далее. И, видимо, все-таки у России вообще задача правителя в стране, чтобы на постсоветском пространстве нигде кровь не делать. И операцию на Украине, я тоже считаю, можно было решить при помощи специальных служб, проводя туда через выборы, через специальные операции, спецслужбы своих кандидатов, пророссийские группы, завоевывая власть сложными политическими играми, операциями. У него нет спецслужб, у него нет специалистов в области безопасности, которые могли бы это делать. В результате вот и так далее. Я против того, чтобы вообще кровь привлечь на братский народ и так далее. Но, вместе с тем, власть должна отстаивать интересы, свои интересы, в том числе и с оружием в руках. Поэтому ситуация очень сложная. С одной стороны, конечно, режим завел страну в тупик отчасти. Отсутствие выборов, отсутствие конкурентной борьбы, про жутким либеральным курсом, не пересмотры итогов приватизации, так сказать, и так далее. Но, с другой стороны, все-таки плохо или хорошо, но он решает вопросы, связанные с обеспечением безопасности огромного государства. Выход какой? Честные конкурентные выборы, победа тех сил, которые должны победить. А победят левые. Это еще с 90-х годов было понятно, что страна левая, по сути. Ну, когда очень много претензий к Зюганову, безусловно. То есть, левые, знаешь, только Зюганов, да? И другие силы. В том числе, ваш покорный слуга при определенных условиях способен создать здесь политическую партию играть в скрипку, в созидательную скрипку в истории развития Великой Империи, Великой Родины и так далее. Вот поэтому вот это очень сложная ситуация по этой операции. Но, тем не менее, мои свои интересы отстаивать должны. И в том числе с оружием в руках. Поэтому, как мое отношение, ну, я вот хочу сказать так, что Сократ мне друг, но истинно дороже. Я считаю, что интерес нужно отстаивать, то есть, с оружием в руках. Вот это моя позиция. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.